Привет! Как дела? Сегодня я расскажу про русский праздник в Лондоне, который отмечался в феврале или в марте, в зависимости от того, на какую дату выпадало празднование весеннего праздника Масленица. Я уже где-то рассказывала, что огромное количество наций отмечают свои традиционные праздники на Трафальгарской площади в центре Лондона. И также в русском сообществе зародилась такая традиция, когда все русскоязычные, не только русские, приехавшие из России, но также из Восточной Европы, те, которые говорят на русском языке, ну и кроме того, другие гости других наций, все стекаются на Трафальгарскую площадь в праздник Масленица. К сожалению, этот праздник с 2014 года больше не проводится так масштабно, как он проводился раньше в центре города. Да, существуют какие-то концертные площадки, и праздник отмечается в узких русских кругах. Естественно, все это было связано с событиями на Украине, и британский эстаблишмент запретил проводить так масштабно русские праздники в центре Лондона. Что же происходило на Масленице в 2011, 2012, 2013 и 2014 годах, где я успела побывать, я вам сегодня расскажу. Свою первую Масленицу я встретила со своей подругой Настей, о которой я вам уже рассказывала, и с украинской подругой Оксаной, с которой я познакомилась в своем колледже, где я училась английскому языку. Мы пошли гулять с Оксаной, и потом встретились с Настей. У нас с Настей, так как она журналистка, было задание от одной русской компании снять репортаж про Масленицу, рассказать, что там было, показать все это. Я снимала, Настя писала текст, озвучку, и наговаривала это все перед камерой. Нам обещали заплатить за этот репортаж, но уже который раз я убеждаюсь, что с русскими связываться не стоит. Даже в Лондоне они накалывают, и в итоге мы репортаж сделали, а нам не заплатили. Стоил ли он того, что нам за него обещали, по-моему, около 50 фунтов на двоих? Не знаю, судите сами. Сегодня такой день, когда вся Трафалгарская площадь кушает, гуляет и говорит по-русски. Масленица? Масленица. Масленица? Да, Масленица! Масленица! Русские дамы Между выступлениями музыкантов, пока отстраивается аппаратура, поет и балагурит артист-пародист Александр Олешко. Ему скромно ассистирует жена самого известного в Лондоне русского футболиста Юлия Аршавина. На крытой импровизированной сцене выступают местные звездочки из русских воскресных школ и фольклорные творческие коллективы. Некоренные лондонцы бережно относятся к своим традициям, и такие национальные праздники есть практически у каждой этнической общины в Британии. Масленица в Лондоне стала заменой фестиваля «Русская зима», которым три года подряд с размахом отмечался Старый Новый Год. Но в 2009-м праздник отменили из-за кризиса, а полюбившиеся гуляния сохранили и перенесли на весну. Правда, проводы зимы сделали более скромными, но с каждым годом Масленица становится все шире, звезднее и веселее. ПЕСНЯ ПЕСНЯ В середине праздника состоялся телемост с Москвой. Красная площадь приветствовала Трафалгарскую. Но сжигание чучела зимы лондонцам не показали даже на большом экране. По соображениям пожарной безопасности, от главного масленичного ритуала пришлось отказаться. К вечеру ярмарочные ряды опустили, как горячие пирожки разлетелись русские сувениры. И весь вечер по Лондону бродили люди, говорящие на всех языках мира, помахивая российскими флажками. Анастасия Байдов и Анастасия Мищенко. Великобритания. Лондон. Ну, а сейчас расскажу, что мы увидели в 2011 году на Трафалгарской площади. Огромное количество народу пришло с российскими флажками. Ну, точнее, там на входе всегда выдают флажки той нации, которой сегодня проходит праздник на Трафальгарской площади. Ну, это организаторы всегда так стараются представить свою страну в виде флагов, в виде традиционных каких-то еды, напитков. Там, кстати, всегда были блины, но блины на площади жарили англичане, и они абсолютно не были похожи на наши русские масляные блины. Очень постненькие, абсолютно без масла, но зато очень хорошо наполнялись сыром, ветчиной и другими ингредиентами. Помимо этого, огромное количество сувенирных лавок с матрёшками, с русскими народными нарядами, с павлопосадскими платками, вплоть до свистулек, с чем только не приходили русские сообщества. Кстати, по поводу русского сообщества в Лондоне, хочу сказать, что такого вот огромного масштабного сообщества в Лондоне не существует. Но об этом я ещё буду рассказывать. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить. И вот в 2011 году мы всё это снимали. Там, как всегда, устанавливается огромная сцена, и выступают знаменитые российские коллективы, как руссконародные, фольклорные, так и попсовые группы приезжают. Приезжали группа Челси выступала перед нами, Анастасия Стоцкая, Астудио, и под конец был Моральный кодекс. Люди, проживающие в Англии, особенно которые давно проживают в Англии, абсолютно не знают вот этих вот новых звёзд, и поэтому подпевают только тем песням, которые очень-очень знакомы, а это, скорее всего, Моральный кодекс. Поэтому все такие маститые эстрадные и рок-группы ставят в самом конце программы. Ну, об этом я ещё чуть-чуть попозже расскажу. В 2012 году я уже ходила сама, снимала репортаж для моей московской компании Main People. Огромное количество руссконародных коллективов приехало в тот год и выступало на сцене в Трофольклорской площади. Очень часто туда приезжают наши современные попсовые, фольклорные коллективы. Допустим, в 2012 году это был Балаган Лимитед. Очень было приятно и легко петь вот такие руссконародные песни, которые исполняет попсовая группа в современной обработке. Что для меня было поразительным в 2012 году, это то, что на площадь пришла Наталья Водянова, такая топ-модель, можно так сказать, вместе со своими детьми праздновать русский праздник Масленица в Лондоне. Естественно, я сколько смогла ее пофотографировала, но что хочу сказать, вот такие вот маститые звезды очень часто появляются в Лондоне на людях и абсолютно спокойно общаются с простыми людьми, ведут себя очень положительно и как-то даже не верится, что ты вот рядом со звездой стоишь. Также была представлена какая-то программа. Мы ходили с Настей на автопати, но так как Настя писала обзор про Масленицу в газету Англии, ей надо было написать о том, как прошел праздник. И она взяла меня с собой на автопати, который проходил в Национальном либеральном клубе. Это такое очень красивое здание, особенно изнутри такая овальная лестница. Мы там тоже успели пофотографироваться. Я была в этом здании в сентябре 2018 года на Open House Лондон. Помните, я рассказывала? Если кто не помнит, смотрите в этом ролике. Это единственный уикенд, когда можно попасть в закрытые помещения обычной публики. И вот эта лестница уже была недоступна, то есть по ней уже подниматься нельзя было. Ну а на автопати там проходил тот же самый концерт, только в таком узком кругу для сливок русского сообщества. Также выступал Балаган Лимитед и другие, я просто не знаю этих артистов, тоже фольклорные российские коллективы. Также в 2012 году, так как моя уже репортерская деятельность расширялась, я получала аккредитации, мне удалось попасть, по-моему, благодаря Майн Пипл на фэйшн-шоу. Русская неделя моды, по-моему, проходила первый и последний раз в Виктория и Альберт музеи. Коллекции русскоязычных дизайнеров были представлены на подиуме, и было достаточно интересно. Это, по-моему, был первый мой фэйшн-показ в жизни, который я снимала. И вот что я смогла нащёлкать вам показываю. Ну и, естественно, все эти фотографии я отправила в Майн Пипл, получила за них свою денежку. И после этого Майн Пипл закрылся. В 2013 году я уже работала на британские пресс-агентства и поехала снимать масленицу так, для себя, можно так сказать. То есть я запульнула свои лучшие фотографии с масленицей на стоке, но, по-моему, так ничего и не продалось. Также я приглашала своих новоявленных друзей, о которых я рассказывала, как я их искала. Если кто не помнит, смотрите в этом ролике. На площадь встретить вместе, отметить русский праздник масленица. И друзья, товарищи приходили, и мы вместе так тусили. Я, правда, часто отбегала снимать репортажи. То есть у меня всегда была проблема, вроде как ты встречаешься и с друзьями, но и также тебе надо сделать репортаж, чтобы что-то подзаработать, чтобы с теми же друзьями поехать в какое-то путешествие. И вот так вот мы в 2012 году, помню, ходили и с Машей. А в 2013 году у меня уже создалась другая компания. В тот день мы впервые встретились с Алексеем из Литвы и с Самантой из Эстонии. То есть вот такие русскоязычные люди встречались на моем пути, хоть они и были из Евросоюза, из стран Восточной Европы, но тем не менее мы все отлично общались, как обычные россияне, друг друга поддерживая. И выходили вместе куда-то тусоваться. Ну а также ездили в различные поездки. В 2013 году на сцене вроде бы как появилась Полина Гагарина, была Надежда Бабкина выступала. Ну я так сильно не помню, что там было. В 2014 году помню, что были какие-то звезды типа Пелагеи, такие из фольклорного жанра. А под конец выступал Дима Билан и завершала программу группы Любе. И вот об инциденте с Димой Биланом, которого я фотографировала, я была аккредитованная прессой и стояла рядом со сценой, куда не допускалась обычная публика. И после того, как звезды выступают, я могла зайти в их шатер, пофотографировать, они там специально позировали для прессы. Так вот, Дима Билана очень сильно, видимо, расстроился, что его публика абсолютно не воспринимала, не подпевала его песням. Ну потому что русские, проживающие в Лондоне, не знают Диму Билана. Очень мало народу, который приехал в Лондон вот недавно, которые знают, что он поет и весь его репертуар. Но чтобы вся толпа подпевала, которые там уже лет 20-30 живут в Англии, ну не знают они его. И, конечно, он расстроился, что его так вот на ура не встретили. И он отказался позировать для британской даже прессы и сказал, не буду, не хочу. И, в общем, помощница вышла и сказала, извините, он не в настроении. А группа Любе прошла на ура. Абсолютно все знают их песни и там до такой степени подпевала вся площадь, что, наверное, гудел весь Лондон. Вот так вот весело и интересно проходил русский праздник в Лондоне. К сожалению, на данный момент у нас не очень хорошие отношения между Британией и Россией. Поэтому вот эти праздники пока прикрыли. Как будут развиваться события дальше, посмотрим. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok